что я ненавижу швейцарии цены конечно цены ну к ценам я вернусь потому что есть еще кое-что что я не люблю скажем так что мне не нравится в швейцарии момент 1 до под приезжая просто рассказываю случаи жизни я прилетаю в женеву и жене вам не надо ехать другой небольшой город у нас выходной день так вот я еду из женевы в деревушку вот в эту заселяю свою гостиницу время 6 часов вечера там нет ресторана точнее он есть но он работает до 5 я голодный мне надо поесть и я спускаюсь вниз и говорю ребят сделали что покушать они говорят а кухня у нас закрыта хорошо я говорю где ближайший магазин ими говорят ну ближайший магазин внизу но он горит не работает я иду туда в ту сторону сторону магазина и думаю как бы найти что-то надо какое-то какое-то что-то съестное с весной знаете что я нашел вот стоят автоматы возле вокзала стоит автоматы там шоколадки это чипсы крутых фигню там похрустеть пожевать вот это мне удалось купить и взять поесть потому что выходной день закрыто было все и работали какие-то там рестораны по каким-то сумасшедшим ценам это вот я терпеть не могу что там все закрывается все закрывается в определенное время там выходные и сложно что-то купить следующий момент который тоже мне не нравится это скукота да то есть большинство крупных городов конечно вы найдете если вы хотите там посидеть погулять встретиться с друзьями там так далее и тому подобное вы найдете кафе и рестораны и там ну и много всяких мест но если прямо тусовка и часто вы находитесь в небольших городах то там все настолько тихо и скучно что для того чтобы нормально повеселиться потусоваться сходить в клуб на какой-то концерт или еще там не знаю в театр еще куда-то вам надо лететь в другую страну ну благо рядом со швейцарией у нас много много других стран транспорт мне очень нравится путешествовать на поездах по швейцарии это красиво это это круто ты можешь с собой взять там ноутбук какой-то сделать какие-то дела да там все очень сильно связано я в своих видеороликах особенно на образовательном канале нас макс education часто рассказываю про то как классно ездить на швейцарских поездах автобусах но опять же мы упираемся в то что ценник мы упираемся в цене и часто да там вы хотите поехать в другой город вам ехать там час пускай да и вам нужно скататься туда-обратно и вот туда-обратно чтобы скататься вы заплатите какие-нибудь 60 баксов да если вы хотите чуть подальше смотаться там в другой город где вам ехать пару часов то умножайте это на 2 и того получается очень немаленькая сумма для того чтобы просто уехать в соседний городок да ну швейцария в швейцарии это все очень дорого да и тут как бы цены сами напрашиваются собой элементарно самые простые вещи fast food то что самое дешевое самая быстрая макдак бургер king вам обойдется обычный мил в какие-нибудь 20 баксов что у нас стоит в четыре раза дешевле пицца вот я недавно в лазанье заходил тоже в ресторанчик обычный ресторанчик где делают пиццу пицца 40 баксов ну как бы франк с долларом одно и то же говорю вам более привычный доллар плюс к ней прибавляйте 10 баксов за бокальчик пива и того просто ничего не представляющий себе ресторажка получает от вас 50 долларов если вы хотите более-менее пойти в какой-то нормальный ресторан с девушкой женой встретиться с другом или партнером по работе от если вы собираетесь встретиться в швейцарии с партнером по работе это наверное не то о чем я вам должен рассказывать да потому что цены вас не заботят сто процентов да если вы идете в какой-то более-менее нормальный ресторан на человека пару бокальчиков пива или бокальчик вина какой-нибудь хороший мил еще если не дай бог вы захотите десерт то вы заплатите ну где-то сто сто пятьдесят долларов квартиры это отдельная история цены на недвижку в швейцарии дорогие очень дорогие и ребята есть такой момент особенность для швейцарская швейцария вот вся швейцария это один болен большой курорт и вы такие раз поеду я чуть подальше от женевы да там от больших городов от суриха и вы такие блин приезжаете куда-то а там блин цены нифига не меньше а это швейцария абсолютно нормально потому что где-то там возле озера там везде озеро везде озер вот или горы тоже везде вы приезжаете думаете что сейчас вы найдете подешевле где-то в захолустье а нет там цены ничуть не меньше и причем потому что швейцария маленькая сама по себе плюс это как бы не дубай где строят небоскребы ввысь квартиры строят может на сотом этаже себе взять для квартирку а здесь малоэтажная застройка недвижки мало недвижка сумасшедшая дорогая чем может швейцария еще не нравится кроме того что ощущаешь себя бомжом когда приезжаешь швейцарию швейцария прижает такой швейцарий тебе швейцария нравится нравится потом раз через неделю те закончились все деньги и тебе она уже нравится нужно возвращаться и вот еще какой момент мне не нравится в швейцарии да мы знаем тогда про швейцарский сервис то что там все работает как часы но это блин во многом миф и когда вы встречаетесь со швейцарским сервисом допустим тех же самых отелях запомните в большинстве швейцарских отелей вас будут обслуживать не швейцарцы я уже неоднократно встречался с тем что качество обслуживания нифига не на том уровне на котором вы его ждете да если там может быть какие-то дорогие супер пятизвездочные отеля где я как правило не бываю там может возможно вас ждут лепестки роз в ванне там и так далее и тому подобное встреча на rolls-royce но среднестатистических гостишках они вообще ничего себе не представляют эти гостишки персонал там ресепшенисты будут приезжие из италии германии франции откуда угодно но не сами швейцарцы нету конечно вы можете встретить швейцарцы но это не частый случай потому что сервис там зачем швейцарец которому надо платить много лучше взять на работу кого-нибудь иностранца который хочет в два раза меньше понимаете но этот иностранец он как правило будет не топ качество да и как бы абсолютно смотреть на вас как на конвейер туриста который пришел приехал туда на несколько дней ну зачем заморачиваться насчет какого-то там супер сверхъестественного швейцарского сервиса ребят это были мои главные топ топ хейтс главные вещи которые мне не нравится швейцарии но на это на все можно просто закрыть глаза когда видишь швейцарские горы и озера и тебе становится спокойно и хорошо на душе и уже не нужно ничего не нужны ни магазины нужны пиццы и макдаки да тебе хочется смотреть на эти горы хочется плавать в этих озерах если холодно можно поплавать на кораблях они там отличные если вы были в швейцарии пишите что вам там не нравится в это интересно что нравится я могу представить напишите что вам не нравится в швейцарии очень интересно посмотреть на ваше мнение и не забывайте что у меня есть второй канал smaps education где я много рассказываю про зарубежное образование у меня в конце января была большая поездка по учебным заведениям швейцарии по наснимал я кучу обзоров там через всю швейцарию про проехал через ее немецкую часть через ее французскую часть потрясающие выпуски обалденные учебные заведения и университеты и американский вуз и швейцарские и школы разные где обучение для детей на английском языке с катанием на лыжах в лучших курортах ну реально как бы круто люкс да люкс да дорого но блин прям бомба очень рекомендую если вам интересно вообще учеба за границей если вам интересно помимо учебы путешествия какие такие вот всякие штуки я тоже много рассказываю туристических вещей там подписывайтесь лайкать и мне очень помогает этого развития моего канала и давайте будем дружить и общаться время по-швейцарски до время нужно дальше работать они болтать